Осенью 2017 года в России стартовал молодежный конкурс любительских аудио- и видеороликов «Хэштег Я выбираю». Организатором проекта выступил Российский Центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии России. Вдохновившись идеей, специалисты Североморской ЦБС при поддержке нашей территориальной избирательной комиссии представили на конкурс видеоролик под названием «Приходи на выборы нашей Родины гражданин». Автор миниатюры Татьяна Старченко, съемка и монтаж Ивана Ефименко, главную роль в игровом фильме исполнила Елена Ермолаева. Материал Североморцев, заявленный в номинации «Лучший игровой ролик», занял первое место. В конкурсе приняли участие 1288 работ. Из них 37 было отобрано лучших, а из 37 уже 12 заняли первые места. Мы в их числе. Главная цель прошедшего проекта – призвать молодых избирателей к размышлению о важности собственного выбора в жизни каждого человека. И слоган, завершающий конкурсную работу североморцев «Выходи из сумрака пассивности, приучайся к избирательной активности», как нельзя, более соответствует поставленной задаче. Мы на протяжении длительного времени уже работаем с этой библиотеки в проектах правового воспитания будущих и молодых избирателей. И в частности, Татьяна Фёдоровна Старченко, она является организатором всех мероприятий и занятий, которые проводятся на базе библиотеки. И даём шикарные результаты, потому что молодёжь, которая проходила и не один год заканчивала курс школы правовых знаний. Она выдавала такие знания и такие результаты, что потом мы отслеживали поступления ребят, прошедших эту школу. Они очень хорошие на юридические факультеты, поступали на бюджетные отделения. Поздравить победителей с успехом в Центральную городскую библиотеку имени Леонида Крейна пришёл заместитель главы Североморска Анатолий Рожковский. От имени Владимира Евменькова он вручил памятный подарок. Очень приятно, что вы такая хрупкая, юная девушка, женщина. Так прославили наш город, наш город Североморск, зато Североморск на фоне всероссийском. Кроме того, что сама тема предстоящих выборов, она очень актуальна. И действительно, продвижение этой темы для молодёжи, а вы как флагман получаетесь, для молодёжи очень на сегодня актуально, чтобы было чёткое понимание, что мы живём в демократическом обществе, что мы живём в правовом обществе. И что у любого молодого человека должна быть твёрдая гражданская позиция. Впереди у творческого коллектива создателей ролика-победителя благодарность от избирательной комиссии области, поскольку благодаря Елене Ермолаевой и её коллегам Кольское заполярье прозвучало на самом высшем уровне в Москве. А затем видеоролик будет транслироваться на центральных каналах телевещания.